Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альвер Традкин, и наш канал «Взгляд с небесным». Сегодня в студии у нас в гостях, в Zoom-студии, Пахомов Дмитрий Вячеславович, директор Фонда поддержки христианских церквей, Международный фонд «Христианская солидарность», сопредседатель Международной ассоциации «Христианство и ислам», а также руководитель общественно-политического клуба «Диалог во имя мира». Добрый вечер! Приветствую вас! Добрый вечер! Можно сразу спросить насчет последней организации общественно-политического клуба «Диалог во имя мира». Насколько я понимаю, вы начинали его вместе с отцом Всеволодом Чаплиным. Расскажите немножко. Да, несколько лет тому назад мы с отцом Всеволодом Чаплиным, также Сергеем Мезенцевым, представителем аркомитета партии «Десяти заповедей» Ессерины Ивановны Мельниковой, решили создать такую диалоговую площадку, где был бы свободный микрофон, где человек, имеющий разные точки зрения, каждый спикер, имеющий разные точки зрения, мог бы свободно высказывать свою точку зрения, не опасаясь быть, скажем так, каким-то образом заклеймен то ли в либерализме, то ли в консерватизме. То есть это свободная площадка, где каждый человек имел право высказать свою точку зрения. И в этом диалоге, в этом споре, если хотите, должна была быть установлена истина. Но так получилось, в силу разных обстоятельств, что этот проект, к сожалению, приказал долго жить на какое-то время. Мы с отцом Всеволодом буквально за несколько недель до его трагической кончины встречались, обсуждали, как мы это будем возрождать. Были у нас планы свою студию, собственно, приобрести. И спонсоры вроде как какие-то намечались. Но трагическая кончина от Всеволода Чаплина эти планы обнулила. И сейчас, в конце 2020 года, когда зум-технологии, когда коронавирус обездвижил всех нас и лишил нас возможности работать в режиме онлайн, и такие вот зум-конференции, зум-технологии, цифровые технологии нас сблизили. И мы решили поставить вот эту вот платформу на виртуальные рельсы. И когда виртуализация стала для нас реальной, когда общение через зум и через другие серверы стало для нас реальным, мы решили все-таки эту идею общественно-политического клуба возродить. И, слава Богу, она теперь живет и действует. И мы уже записали несколько программ. Спасибо вам большое. Первый вопрос. И, наверное, все вопросы сегодня хочется посвятить так или иначе теме эсхатологии последних времен. Давайте поговорим сегодня об этом. Удивительное время мы живем. Наверное, мы все согласимся. Кто-то скажет удивительное, кто-то скажет ужасное. И эпоха вот эта, это время, которые посвящены тексты, наверное, всех религиозных священных книг, которые написаны, которые дошли до нас. И мы живем вот как раз в это время. В частности, у нас в Библии сказано об этом в книге Откровения. Что вы думаете? Ну, знаете, не только книги Откровения. У пророка Исаия об этом сказано. Книги пророка Даниила. Книга пророка Даниила – это вообще самое, наверное, таинственное библейское повествование, где черным по белому сказано, что ты, Даниил, скрой это Откровение, скрой эту книгу до последних времен. Когда исполнятся все сроки и полусроки, тогда яви это миру. И тогда будет понятно, что происходит. И действительно, на протяжении тысячелетий люди не понимали, о чем там написано. Что это за война между царем Севером, между царем Севера и между царем Юга? Что это за странные большие корабли, которые подплывают к библейским местам, к земле обетованной? И вот сейчас, в 21 веке, когда на Ближнем Востоке мы видим обострение, противостояние, эскалацию противостояния. И сейчас мы видим, что смысл тех текстов книги пророка Даниила становится нам понятным. И действительно, есть Российская Федерация, которая сейчас присутствует в Сирии, есть американские войска, которые присутствуют в этом же регионе, есть другие игроки. И события развиваются достаточно стремительно. Также в книге пророка Даниила сказано о том, что все исполнится тогда, когда падут следующие страны. Это Ливия, это Сирия и Иран. И сейчас мы видим, как Ливия практически пала после свержения Муаммара Каддафи. Мы видим, как в Сирии происходят события, которые могут привести к падению этой страны. Мы видим, как Иран сейчас подвергается международному давлению со всех сторон. И вот в ближайшие дни может начаться какая-нибудь очень нехорошая кампания военная против Ирана. И ситуация вокруг Ирана тоже продолжает сгущаться. Тучи сгущаются, враждебные вихри веют все сильнее. И книга пророка Даниила, то, что было сказано тысячи лет тому назад, сейчас становится актуальным. Понимаете? И мы видим, что это не просто слова. Мы видим, что эсхатологические чаяния древних воплощаются сейчас в реальность. Они разворачиваются в наше время. Буквально на наших глазах творится история. Все происходит. Да, безусловно. Да, безусловно. И вот у нас там на эфире был Алик Дорескин, израильский политолог. Так же он еврейский богослов. И он изучает кабалу и священные тексты толмудической традиции. И действительно, мы с ним как-то общались несколько лет назад. Он сказал, что те события, о которых написано на страницах священного писания, они сейчас начинают поплощаться. Они сейчас становятся актуальными. И об этом говорят не только евреи. Об этом говорят и мусульмане, которые ждут прихода Магди и прихода Даджжаля, этого некого аналога христианского антихриста. И мусульмане тоже чаяния имеют относительно последних времен. Давайте проанализируем высказывание богословов исламских. За последние, скажем так, лет 10 мы увидим, что они тоже ждут пришествия в мир Магди. И тоже ждут олицетворения, скажем так, вот тех событий, о которых написано в священных хадисах, в сурах священного Корана. И это все сейчас воплощается в жизнь. И представители также других религий, которые не имеют отношения к монотеизму, но тоже имеют некие зачатки откровения Божьего, они тоже говорят о том, что мы живем в очень удивительную специальную эпоху, когда свершается все то, о чем говорили древние. Исполнение времен становится для нас понятным. Мы живем в эпоху исполнения времен. Я много книг видел, честно скажу, написанные западными писателями, богословами, иногда трудно писателей богословами назвать, которые тоже рассуждают на эти темы и говорят, что вот это загадочные страны, Гог-Магог, это Россия наша, и что этот Гог-Магог начнет нападать на Израиль, и все закрутится, завертится, вот буквально мы в это время живем. Что вы думаете? Знаете, что касается ассоциаций с Россией как страны Гога и Магога, я об этом уже слышал несколько раз. Я слышал, что это и Китай, я слышал, что это и какие-то другие страны. То есть здесь версии могут быть совершенно разные. И мы с вами сейчас, наверное, не узнаем, кто, что, где и когда. Но факт остается фактом, что эскатологические события разворачиваются на наших глазах. И сейчас все внимание сосредоточено именно на Святой Земле. Святая Земля, Иерусалим, Израиль, это те места, где должна произойти последняя битва Армагеддон. И сейчас действительно весь мир клубится вокруг этих мест. Помните, несколько лет тому назад еще при Джорже Буше, президенте США, Джорже Буше-младшем, он хотел полностью вывести войска американские с Ближнего Востока и перейти на Тихоокеанский регион. Туда сосредоточить, так сказать, всю свою силу военную и силы флота. Но так получается, что проблемным тот регион не становится, а проблемным является, несмотря на Северную Корею и испытания ядерного оружия, а проблемным остается Ближневосточный регион. И сейчас, после того, как Трамп признал Иерусалим в столице Израиля, мы видим, какие события разворачиваются. Мы видим, что в этом тоже есть определенное исполнение библейских пророчеств. Когда народ Божий собирается, еврейский народ собирается в Израиле, тогда начинается последняя, скажем так, финальная часть всемирного брализонского балета. Словно так мы связываем. И сейчас это происходит. Понятно. Но скажите, это напоминает ситуацию, как будто мы, ну, я, вы, все человечество, мы стоим как будто около какого-то обрыва, да? Мы подошли к какой-то черте, за которую не нужно переходить, иначе нас ждет что-то ужасное. Что необходимо делать для того, чтобы не потерять надежды, что все будет хорошо, на какой-то благополучный исход? И вообще, есть ли у нас, у человечества, у нашей цивилизации какой-то шанс? Вы знаете, вот что касается тех путей решения проблемы, которые представляют нам традиционные религии, да? Для христиан это одни пути решения этой проблемы, для мусульман другие, для неудеев третьи, для представителей других религий четвертые и так далее, для бесконечности. И вот наша задача, наверное, стоит в том, как представителей развитой человеческой цивилизации, глобальной человеческой цивилизации, все-таки, наверное, как-то собрать воедино весь опыт этой самой человеческой цивилизации и использовать его для решения этой проблемы. Да, безусловно, то, что написано на страницах откровения с того иоанна богослова, исполнится, исполнится, с нашей точки зрения, христианской точки зрения, исполнится неукоснительно. Все произойдет так, как описано. Ибо сказано, тот, кто хоть слово отымет, из того, что здесь написано, она всему доводит. Но это исполнится, но вопрос, когда это исполнится. Это исполнится здесь и сейчас или же исполнится через тысячу лет, через пять тысяч лет. Это уже другой вопрос. И, наверное, на протяжении человеческой истории были такие случаи, когда люди считали, что вот здесь и сейчас наступит вот все, придет исполнение времен и конец. Но вот так получалось, что люди подходили к этому обрыву и все-таки хватало у них, наверное, мудрости не делать шаг в пропасть. Куда ты будешь падать, в этой пропасти не будет дна. И сейчас, наверное, надо попробовать каким-то образом остановиться на краю этой пропасти, насколько это возможно. И вот именно для этого необходимо объединить все эти знания, которые есть у каждого из нас, у каждой из традиционных мировых религий. И не только, может быть, даже традиционных. Объединить все эти знания, вот так вот сфокусировать весь опыт человеческой цивилизации и, наверное, как-то постараться остановиться, постараться не совершать суицидальные действия, которые закончатся плачевно для всех нас. Но, безусловно, Господь придет, это неизбежно, но вопрос в том, будет ли у нас еще шанс. Потому что с точки зрения Бога история, она уже написана. То, что совершится когда-то, с точки зрения Бога, уже свершилось. Но мы живем с вами во времени. И во времени у нас есть свобода выбора, и мы обладаем возможностью менять ход событий. Отстраняя, скажем так, во времени вот эту вот крайнюю точку. То, что сейчас происходит, это, конечно, беспрецедентно, потому что мир, как мы видим, становится действительно глобальным. Средства коммуникации позволяют молниеносно, со скоростью света разносить любую информацию. И каждый человек, живущий на Земле, может, если даже не знает того языка, на котором мы говорим, он может спокойно это все перевести и понять, о чем мы говорим. Поэтому сейчас достаточно сложно, наверное, с одной стороны это все остановить, потому что для того, чтобы это исполнить, скажем так, для того, чтобы это все произошло здесь и сейчас, задействованы колоссальнейшие силы. И мы знаем, что люди не являются единственной силой во Вселенной, которая, собственно, действует. Есть еще и ангельские силы, есть демоны, падшие ангелы, которые тоже имеют свои намерения и свои чаяния, и свои планы, в том числе и на нас с вами. И вот поэтому, наверное, стоит как-то нам сейчас собраться и создать некую новую, если хотите, философию, которая была бы над всеми религиями с одной стороны, чтобы никто не говорил, что это не соответствует моим представлениям, и поэтому я не буду этому следовать. Нужно попытаться создать нечто такое, что устраивало бы всех. И вот сейчас мы видим попытку трех аврамических религий христианства, ислама и иудаизма на основании общего наследия, которое у нас имеется, библейского наследия, создать некую систему, скажем так, взаимопонимания. Вот я как раз хотел об этом спросить вас. Вы представители трех аврамистических религий. Нам проще, кажется, с одной стороны, договориться, и включить, попытаться включить в этот диалог, в это общение представителей других религий, всемирных религий. Как вы думаете, это возможно вообще? Можно такое? Да, вы знаете, я думаю, что это вполне возможно, и подобного рода попытки предпринимаются не только христианами, но и мусульманами, и иудеями. В частности, я хотел бы сказать о замечательном таком вот наследии турецкого богослова Финхолака Гюлена и общественно-политического деятеля, которые сейчас незаслуженно властями Турции в лице Эрдогана обвиняются терроризм и подготовке его собственного свержения Эрдогана в 16-м году и так далее. На самом деле, если мы будем рассматривать этот вопрос объективно, то увидим, что это фальсификация, что это ложное обвинение. Если мы посмотрим на учение Финхолака Гюлена, которое продвигает движение Хизмет, созданное им, то мы увидим, что это учение совершенно миротворческое. Это несвойственное для большинства представителей исламской умы, наверное, желание всех посадить за стол переговоров и выработать как раз эту единую общую позицию. И слово диалог, это слово, которое сейчас в современной Турции считается ругательным, запрещено именно за связи с Гюленом, оно как раз является ключевым словом. Это диалог во имя мира. И наш клуб как раз во многом является воплощением чаяний людей, которые стремятся во имя мира сесть за стол переговоров и вести диалог. И вот творение Финхолака Гюлена, его учение, оно как раз является, на мой взгляд, одним из таких примеров попытки сближения представителей разных конфессий, разных религиозных систем с целью выработки общечеловеческой новой философии, философии, ведущей нас к тому, чтобы мы пришли в какое-то гармоничное состояние. Гюлен сегодня признан, с моей точки зрения, одним из ведущих исламских философов современности. Его труды, его работы, его мысли, они сильно влияют на весь исламский мир? Да, безусловно, его труды влияют на весь исламский мир, да и не только на исламский, но и на христианский мир. Я вот помню в 2013 году мы посещали Стамбул, и как раз по представлению Гюленовца, которые тогда еще были не запрещены на территории Турции и действовали свободно. Я помню, как именно представители движения Хизмет устроили нам встречу с Константинопольским патриархом Ворфоломеем Вторым. И вот, да, и, кстати говоря, есть еще другой турецкий богослов Саид Нурси, произведения которого здесь в России частично запрещены, но вот, однако же это тоже не совсем справедливо. произведения Гюленовца здесь в России как раз не запрещены, вот произведения Саиду Нурси запрещены в России, но не запрещены в Турции. Вот такой вот интересный метаморфоз, политическая конъюнктура, судя по всему. И вот мы тоже в прошлом году Сергеем Витальевичем Везенцовым были в Стамбуле были в Стамбуле и подарили патриарху Рафаломею труды Саиду Нурси. Вот, и как раз рассказали ему о том, что в 60-е годы Саид Нурси встречался с Константинопольским патриархом Афиногором и предлагал ему создать некую коалицию между мусульманами и христианами для того, чтобы, скажем так, бороться с секуляризацией турецкого общества. И патриарх Рафаломей нам сказал, что я прекрасно знаю, что мой предшественник на этой кафедре Константинопольской патриаршей уже встречался с самим Саидом Нурси. Нам очень приятно для тем, что вы, будучи христианами и мусульманами, у нас была такая смешанная делегация, мы дарим ему вот эти вот произведения. Так что действительно такое стремление есть и понимание представителей разных религиозных систем, разных религиозных традиций есть, нужно идти на сближение. Но сейчас, к сожалению, наверное, вот слово диалог не только в Турции, да, в связи с политической конъюнктурой, но и, к сожалению, в многих странах мира ставится, наверное, как-то под сомнением. Вот то экуменическое движение, пламенное экуменическое движение XX века, когда все христиане мира, и не только христиане, стремились найти какой-то консенсус, сейчас оно, вот, к сожалению, уничтожено, по сути, в силу разных обстоятельств. Ну, знаете, буквально на этой неделе, на прошедшей неделе, наверное, вы видели, митрополит Эларион выступил с инициативой создать что-то вроде такого органа, вроде ООН, но только представителей всех религий. Интересные инициативы от Русско-Православной Церкви, и, причем, он интересно преподал это все, он сказал, вот, мы входим во Всемирный Совет Церквей, но это только христианские церкви, и то нас постоянно как бы гоняют, говорят, выходите, это плохая организация. Сегодня, когда весь мир объединяется, люди пытаются выстроить диалог, договориться, все равно же есть силы, которые говорят, не надо, давайте будем идти своим путем, у нас что-то особенное, что-то свое. Вы знаете, вот путь авторкии, путь самоисоляции, да, который вот так любят, к сожалению, в православном сообществе, и митрополита Иллариона, кстати, часто обвиняют в том, что он слишком современен и пытается вот, как западный человек, получивший образование в Англии, в Оксфорде, да, он пытается вот использовать западные модели, вот такие вот плюралистические модели, как у нас это сказали сейчас. Поэтому он, конечно, предлагает очень правильные инициативы, но дай Бог, чтобы они, конечно, были как-то реализованы. Потому что, хотя на уровне официальных структур фарбально, фарбально, опять же, да, вот такой диалог имеет место быть, но это ничто по сравнению с тем, что было в 20 веке. Это просто ничто. Понимаете? Мне посчастливилось в моей жизни лично общаться с уже покойным протопрессвитером Виталием Боровым, который на протяжении многих лет был представителем Русской Православной Церкви в Всемирном Совете Церквей. И этот человек совершенно иных взглядов, совершенно иной культуры, той культурой, которая ныне, к сожалению, утеряна. Это культура диалога. И те инициативы, которые сейчас предлагает митрополит Иларион, которые, безусловно, являются одним из немногих таких продвинутых представителей Русской Православной Церкви, они, к сожалению, скорее всего, останутся нереализованными, потому что вот общий настрой внутри Русской Православной Церкви, он, я бы сказал, предельно консервативный. И этот консервативный настрой, скорее всего, помешает реализовать эти идеи. И то, что мы видим сейчас в православном мире, когда происходит фактический раскол, когда православные не могут договориться между собой, из-за территориальных споров, в частности, из-за ситуации в Украине, в Украине. Поэтому здесь, конечно, сложно надеяться на то, что эти инициативы будут реализованы сверху. Поэтому давайте реализовывать их снизу, давайте реализовывать их на фундаменте общественных организаций и гражданского общества. Я думаю, тогда мы сможем достигнуть больших результатов. Давайте не будем ждать, пока нам что-то прикажет, пока нам что-то сверху прикажут, потому что, скорее всего, не прикажут. Давайте делайте настоятельно, не ожидая никакой поддержки сверху. Вот так я хотел бы сказать. Потрясающие слова, Дмитрий. Давайте на этой ноте закончим сегодня наш диалог. Наверное, первый диалог из многих. И я надеюсь на продолжение обсуждения этой темы. Исфатологии, может быть, поглубже заглянем и в ту же книгу Даниила пригласим кого-то. Я бы пригласил священника из Латвии Павла Лебушкана, надеюсь, и вы бы, наверное, Да, конечно. Кстати, с отцом Павлом Лебушканом мы вместе ездили в Стамбул, вместе с ним дарили книги Сейтон-Орси, вместе с ним встречались с патриархом Рафаламии. То есть, вот такой интересный момент. Кстати, он же ведь не просто священник, он учил тиранский епископ, он имеет посвящение, и старокатолические, кстати говоря, объединяет в себе сразу несколько христианских традиций, динаминаций. Уникальный человек. И, кстати говоря, он один из тех, кто, зайдя в мечеть, старался молиться по-своему, конечно, но совершать те действия, в частности, намаз, в мечети Сулеймане по правилам мусульман. То есть, это достаточно уникально. Он, как он сказал, я, говорит, буду молиться по-своему, вкладывать свои интенции, но совершать те действия, которые совершаете вы. То есть, Павел Левушкан это действительно уникальный человек. Ну, дай бог, он откликнется, посмотрит сегодня наши эфиры и откликнется нам. Но, знаете, у меня одно небольшое смущение, когда упоминаем имя Нурси, нужно ли нам говорить «частично запрещенные в Российской Федерации не привлекут нас?» Как вы думаете? Ну, мы не распространяем его книги здесь, да, однако же запрет, я считаю, который имеет место быть. Он неправильный, в суде он оспаривается, и Сергей Дмитриевич Мененцев тоже, наверное, принимал участие в качестве эксперта в судебных заседаниях, в качестве региоведа. Вот. И это решение необходимо оспаривать. Хорошо. Дмитрий Вячеславович, я благодарю вас за время, за беседу, за общение, за ваши мысли, интересные мысли, которые надо еще обдумать. Я надеюсь, что нас будут комментировать, что будут какие-то другие, возможно, мнения, предложат нам какие-то другие повестки для обсуждения. Еще раз хочу напомнить, что это был канал «Взгляд с небесный». Я епископ Альберт Раткин. Подписывайтесь, ставьте лайки и распространяйте в соцсетях наши видео. «Взгляд с небесный», «Небесный взгляд». Благослови всех, Господь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!